В 2020 году Рязанской области предстоит отметить юбилейную дату – 125-летие со дня рождения Сергея Есенина. В целях популяризации исторического и культурного наследия поэта, губернатор Рязанской области Николай Любимов учредил знак «125 лет со дня рождения Сергея Есенина». И начиная со следующего года будут награждаться граждане, которые внесли большой личный вклад в развитие Рязанского региона. Это и работники культуры, образования, здравоохранения. Это работники, которые принимают участие в общественной жизни региона. Это не первая юбилейная награда, учрежденная губернатором Рязанской области. Знаками были отмечены граждане в год 70-летия Рязанской области и не только. Когда бывают юбилейные мероприятия в Рязанской области, всегда учреждаются такие поощрения. Так было, когда было 70 лет Рязанской области, 80 лет Рязанской области. В прошлом году наш регион отметил 240 лет Рязанской губернии. И также было награждено 2500 человек за достойный личный вклад в развитие региона. Это определенные вехи, этапы развития нашей области. И поэтому такие награды очень важны, юбилейные. Наградная система охватывает самые различные сферы деятельности граждан. Это и труд, и учеба, и общественная деятельность. Поощряются творческие начинания. Здесь можно перечислить очень много наград. Это самая высокая награда, самая высшая награда Рязанской области. Это почетное звание почетных гражданин Рязанской области. Это награждается только один человек в год. Вторая по значимости награда – это знак великого князя Олега Рязанского. Только пять награждений в год происходят. Эта награда специально созданная для многодетных семей. Почетный знак «Родительская доблесть». Награждаются многодетные родители, которые воспитали или воспитывают четверых и более детей. И награда дается за достойное воспитание детей, за то, что они показывают пример воспитания, и за сохранение семейных традиций. Также есть очень много разных 17 номинаций почетных званий Рязанской области в разных сферах деятельности. Это и почетный работник образования, и культуры, и лесного хозяйства. Надо отметить, что в прошлом году в Ярославле рязанская делегация принимала участие в межрегиональной конференции по кадровой политике, где были рассмотрены вопросы наград. Принимали участие почти все регионы Российской Федерации. Опыт Рязанской области в сфере наградной политики был высоко отмечен. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».